всем привет друзья добро пожаловать 8 месяцев назад я купила квартиру в москве и моих влогах вы могли видеть как это происходило по ходу действия если вы их не смотрели то я обязательно вам прикреплю ссылку сегодня я хочу ответить на ваши вопросы относительно покупки выбора какие спустя 8 месяцев я обнаружила для себя не очевидные плюсы и минусы этой квартиры этого жека то есть все что касается темы недвижимости эти вопросы я предлагала вам задать в моих соцсетях и собственно говоря вот они передо мной я буду отвечать итак давайте начинать я на экран выведу полный вопрос а озвучивать буду его сокращенном варианте для того чтобы мы с вами ну слишком много времени не потратили итак первый вопрос о том как я проверяла квартиру как я ее выбирала и пользовалась ли я услугами риэлтора да я конечно воспользовалась услугами риэлторской компании потому что покупка недвижимости это дело ответственное здесь могут быть некоторые юридические проблемы если не проверить квартиру полностью естественно я не обладаю такими навыками и считаю что каждый должен заниматься своим делом эту компанию я нашла в социальной сети и наблюдала за ними а вернее даже за ее владелицы наверно года полтора потому что я понимала что мне нужны будут такие услуги насколько я помню я платила процент от стоимости квартиры и плюс определенная сумма за юридическое сопровождение кстати если вы покупаете не вторичку как я а новостройку то вам скорее всего даже риэлтору не придется платить потому что большинство застройщиков работают с риэлторами платят им процент за каждую проданную квартиру за каждого приведенного клиента насколько я знаю только пик застройщик не ведет такой практики но видимо у них и так все нормально с продажами а остальные да но здесь тоже есть некий моментик не факт что риэлтор будет вам предлагать варианты реально достойные возможно он будет предлагать те варианты за которые он реально получит свою комиссию думаю есть такой моментик итак следующий вопрос вы квартиру взяли в ипотеку если да то на какой срок я ваша ровесница тоже хочу взять но боюсь его тут еще один был вопрос о том что я боюсь брать в ипотеку есть страх что не смогу выплатить помните я вам рассказывала что у меня стоял выбор между тем чтобы купить полностью квартиру без кредитных средств но не в том районе в каком бы я хотела скорее всего это будет где-то замкат может быть новая москва может быть вообще подмосковье или еще взять какое-то количество денег у банка и уже купить ее там где я хочу и такую как я хочу ну в пределах конечно же разумного у меня получилось что 30 процентов от стоимости квартиры я взяла в ипотеку возникает вопрос есть ли сложности взять ипотеку дают ли ее если вам больше 50 мне 52 года у меня сложности не было были некоторые только нюансы я брала ипотеку как и п то есть я предоставляла документы свою декларацию доходах также у меня был большой первоначальный взнос то есть это 70 процентов от стоимости квартиры это тоже было конечно же плюсом оба банка кстати одобрили мне ипотеку только на 13 лет также с учетом моего возраста у меня достаточно дорогая страховка теперь давайте по поводу страха брать ипотеку в нашем с вами прекрасном возрасте в общем то это понятно когда тебе 52 и ты берешь ипотеку на 20-30 лет то это конечно что-то абсолютно невменяемое но я понимала что я буду ее платить быстрее максимально все деньги которые я зарабатываю какие у меня появляются я вкладываю в этот кредит для того чтобы его быстрее закрыть и соответственно меньше переплатить процент банку на случай если вдруг не смогу зарабатывать столько сколько я зарабатываю сейчас а ипотека на тот момент еще не будет выплачена я создала для себя подушку безопасности которая даст мне возможность продолжать выплачивать мою ипотеку три-четыре месяца и не испортит свою кредитную историю это очень важно что я буду делать ну конечно же просто продам эту квартиру рассчитаю с банком и так как мой первоначальный взнос был не 2 миллиона значительная сумма на эти деньги совершенно спокойно куплю себе другую квартиру но подешевле скажем в худшем случае это может быть подмосковья возможно где-то новая москва может где-то замкадом но в любом случае на улице я не останусь ну и конечно же у меня как и у любого гражданина есть законное право сделать рефинансирование и когда упадет ключевая ставка она все равно конечно же будет снижаться другое дело когда но такой момент все равно придет и тогда я сделаю рефинансирование у меня и платеж уменьшится естественно сама сумма кредита будет меньше и этим правом конечно и обязательно воспользуюсь друзья я вам уже рассказывала о моей анатомической подушке от beauty sleep на которой я сплю уже несколько лет и с ней наконец-то по утрам я не выгляжу отекшей помятой знаете у меня вот здесь вот именно с правой стороны именно на той стороне где я чаще всего сплю есть довольно глубокая морщинка вот такой я бы сказала залог и его наверняка могло бы не быть или он был бы не таким глубоким если бы я много лет подряд не спала лицом в подушку так потому что кожа в этот момент когда мы вот так неправильно спим очень сильно заламывается среди косметологов и врачей есть такое понятие как морщины сна или линии сна это те морщины которые образуются при постоянном воздействии обычной подушки на нашу кожу то есть вот так все это сминается издавливается и кровоток в этих местах конечно же нарушается а еще когда я на простой вот этой обычной подушки спала утром из-за неправильного положения позвоночника во время сна у меня очень часто болела шея просыпаешься просто разбитое но из головной боли тоже частенько просыпалась как работает подушка от beauty sleep посмотрите у нее есть специальные боковые выемки благодаря которым лицо практически не соприкасается с подушкой то есть она не сминается как будто бы парит в воздухе и при этом как понимаете у вас не формируются новые морщинки и к тому же не усугубляются те которые уже есть а кстати на спине на ней лежать тоже очень удобно в целом нет никакого напряжения в шее потому что материал подушки это адаптивная пена с эффектом памяти более того подушка о мне является ортопедической она зарегистрирована роздрав надзором это значит она абсолютно безопасно форма подушки была разработана совместно с ортопедами и косметологами и кстати были проведены клинические испытания подушки в дерматологической клинике в испании и результаты получились очень даже впечатляющими у меня кстати новинка бренда инновационная версия подушки называется omnia cooling и она с охлаждающей наволочкой для лета просто идеально это наволочка из инновационного тенцеля с микрограмм ламе воска рапса сейчас очень жарко и качество сна снижается и отечность увеличивается а спать на охлаждающие вот такой наволочке просто красота утром свеженькая не отекшая все прекрасно в июле бренду исполняется 8 лет и в честь этого бьюти слип дарит максимально возможную скидку такое бывает только раз в год поэтому обязательно воспользуйтесь таким шансом для моих подписчиков бренд дарит скидку 15 процентов по моему промокоду рева причем эта скидка будет на все товары которые есть на сайте в том числе и на шелковую одежду и на одеяло так что не упустите такой шанс тем более что это реально самая большая скидка которую дает бренд под видео в описании я оставила вам ссылку следующий вопрос про плюсы и минусы жилищного комплекса который я выбрала для покупки я вообще такой человек я реалист и я прекрасно понимаю что не бывает какого-то знаете идеального мира и даже несмотря на то что мне много многое понравилось когда я покупала квартиру когда переезжала я понимала что в процессе жизни обязательно будут открываться какие-то моменты так давайте с плюсов начнем потому что мне всегда нравится говорить больше о позитиве чем о негативе хотя про это конечно же тоже будет во первых это известный застройщик mr group которые насколько я знаю по моей информации не строят бюджетное жилье она и как правило у них или комфорт класса или бизнес или премиум конечно огромный плюс этого жека большой красивый внутренний двор который мы все жильцы этого жилищного комплекса очень любим конечно очень приятно все под окнами иметь такой оазис мегаполисе с прудиком суточками это всегда честно говоря поднимает настроение так как у меня собака я утром и вечером с ней гуляю гуляем мы много и приятно прогуляться по такой территории как я уже сказала большинство жильцов хотя конечно же не все стараются поддерживать чистоту и порядок во дворе поэтому мы выгуливаем своих питомцев за пределами внутреннего двора у нас у всех карманчики есть пакетик для того чтобы убрать за своей собачкой потому что как известно чистота и красота не там где убирают а там где не мусорят внутренняя территория конечно же регулярно охраняется здесь есть несколько площадок детских причем разных здесь есть площадки для спорта здесь есть волейбольная площадка также кстати на территории два частных детских сада и вообще вся инфраструктура это было огромный плюс к покупке потому что будут все мои потребности к примеру все что есть внутри на территории и за в пешей доступности все мои потребности закрываются и аптеки и магазины и получить какие-то посылки и отправить посылки что там химчистки короче все недалеко есть еще и торговый центр я правда туда не хожу такой старенький там честно говоря ничего такого интересного нет но строится такой огромный торговый центр и когда его откроет то будет еще лучше еще один огромный плюс это транспортная доступность до метро буквально пять минут для остановки общественного транспорта там вообще на пару минут и на самом деле когда я покупала эту квартиру я ее рассматривала не только как жилье но и как вложение своих средств да и как инвестицию мне очень было важно понимать что эту квартиру при необходимости я очень быстро продам или сдам то есть это должна быть ликвидная квартира именно такой она является что касается района западная дегунина в нем можно найти как плюсы так и минусы плюс конечно же в том что это старый район сложившийся со своей инфраструктурой что здесь и общественный транспорт хорошо развит здесь много детских садов школ но по крайней мере в чатах пишут что с этим нет никаких проблем а это конечно же немаловажный плюсик пунктик если у вас есть дети а теперь давайте перейдем к минусам которые конечно же тоже есть и первый довольно ощутимый минус это стройка мр группы достраивает четвертую последнюю очередь жк селигер сити и естественно эта стройка находится у вас под окнами когда я покупала эту квартиру разумеется я все это видела и знала что будет эта стройка но если бы я покупала квартиру в комсомольске на амуре и видела что рядом начинается стройка то я никогда бы ее там не купила и все дело в скорости строительства потому что в москве строят очень быстро ну и чего не строить если есть деньги и 8 месяцев назад ну почти там семь с половиной я переехала сюда и стройка была на уровне котлована то есть он только-только заливалась заливался сейчас я вам вставлю кадры как уже стройка в каком темпе она производится по плану этот объект должны сдать в начале 2026 года так что в любом случае придется с этим жить ну собственно говоря что я не делаю и не могу сказать что вот прям жить невозможно потому что зимой окна закрыты там практически ничего не слышно летом очень часто тоже работает кондиционер да и к тому же я заметила что там через месяц я уже перестала какие-то звуки замечать даже если где-то они есть на фоне потому что ну наверно потому что привыкаешь но в любом случае это минус еще один минус который я прочувствовала причем с приходом теплого времени года это густонаселенность этого жека ну логично опять же можно было это понять глядя на то какое количество квартиры то есть естественно здесь людей много но интересно я приехала зимой зима весна вот пока было холодно я вообще не чувствовала что здесь много людей я даже на площадке у себя практически соседей не встречала очень-очень редко но когда пришло тепло люди стали выходить на улицу больше да гулять регулярно гулять стало понятно вот тогда что у нас реально густо населенный жека опять же не могу сказать что мне это как-то мешает мне гораздо важнее кто живет вот здесь у меня и там и там везде чем кто-то там гуляет на улице но это минус и о нем нужно сказать еще один минус в том что здесь недалеко находится промзона буквально вот выходишь за территорию жека и она недалеко здесь начинается но все это уже находится в плане реновации если я правильно это называю но другое дело сколько займет это времени хотелось бы уже здесь и сейчас что-то видеть красивое на этом месте в любом случае это тоже является минусом давайте переходить к следующему вопросу какая стоимость ежемесячного платежа в управляющей компании другие сопутствующие платежи и вот здесь я все подготовила сейчас вам расскажу смотрите это не апартаменты это однокомнатная квартира 35 квадратных метров за нее я плачу в управляющую компанию 5200 рублей плюс минус там 100 150 бывает по-разному также я плачу за капитальный ремонт отдельно городу 900 рублей за свет у меня выходит где-нибудь там 450 500 рублей и в прошлом месяце было 550 или 580 потому что у меня работает кондиционер можно сказать утра и до вечера сейчас в москве очень очень жарко то есть и и того у меня получается около 7000 рублей и мы сюда еще прибавляя интернет без которого конечно же невозможно моя деятельность на ютюбе и это 1000 рублей то есть в целом получается около 8000 рублей я плачу за все давайте теперь поговорим про 33 этаж на котором я живу было несколько вопросов на эту тему как как работает лифт что делать случае если он сломался как вы вообще себя здесь чувствуете у этой квартиры просто шикарные видовые характеристики и вообще чем кстати выше тем дороже опять же из-за вот этого открывающегося вида который я просто обожаю я могу сидеть в кресле глазеть на эти огни это меня очень подзаряжает движение тут несколько дорог все вот это вот жизнь я бы так сказала поэтому мне здесь просто настолько классно и круто я обожаю этот вид я обожаю эти окна и у меня просто все сложилось потому что я всю жизнь мечтала таких окнах когда жила в комсомольске но к сожалению там это было невозможно да и смотреть особо к сожалению некуда теперь давайте про лифт вам расскажу в корпусах высокой этажности у нас по три лифта и за в почти восемь месяцев которые я здесь живу два раза возникала проблема с лифтом что в таком случае делать ну в принципе ничего только ждать когда его отремонтируют тем более что здесь не бывает такого что там сутки лифт не работает да или там неделю это невозможно ну час максимум полтора все в этот момент конечно ты можешь спускаться пешком но с 33 я думаю что только в крайнем случае а так просто приходилось ждать но такое редко но случится может вот еще раз повторю за восемь месяцев пару раз такое было следующий вопрос хотелось бы узнать что лучше готовая с отделкой мебелью или черновой вариант и потом все самим а все зависит конечно же от ваших предпочтений нет какого-то одного для всех рецепта я выбирала квартиру с ремонтом других вариантов вообще не рассматривала потому что я точно знаю что у меня нет ресурса в первую очередь морального не знаю эмоционального чтобы вынести ремонт только не это поэтому мне на я вообще в идеале искала квартиру с полностью с обстановкой вариант заезжай и живи а к сожалению мне не удалось найти такую именно потому что такие квартиры чаще встречаются в старом фонде то есть существует такой бизнес когда вы купаются квартиры прямо убитые их восстанавливают там вплоть до труп все меняют потом работает дизайнер и квартира просто конфетка такие квартиры есть и были и даже дешевле чем это но они в старом жилом фонде я рассматривала только квартиры в современном жилом комплексе и собственно говоря вот я такую нашла следующий вопрос у вас жк бизнес-класса в чем отличие от эконом слышно ли соседей а ну отличие в качестве строить строительство это бесспорно во внешней отделке во внутренней отделке ки у нас красивые входные группы потрясающие реально там очень приятно находиться то есть назвать это как-то подъездом даже язык не поворачивается мне очень нравится как устроено на каждом этаже кстати вот в первой очереди дальше они перестали это делать в первой очереди большие огромные зеркала на каждом этаже это очень красиво и кого-то я знаю смущают вот эти длинные коридоры когда и многие новостройки именно вот с такими длинными коридорами посередине по бокам квартиры у нас мне кажется это вот советского прошлого до какие-то предрассудки выглядит как общежитие ну здесь кстати такого нет здесь как раз на две стороны квартиры расположены их немного поэтому в этом плане все хорошо насчет слышимости до слышимость здесь есть и она на сегодняшний день новостройках практически во всех вот сколько я читала разных отзывов и премиум класса жилье слышимость к сожалению есть и устранить это можно только с помощью ремонта то есть вы сами делаете звукоизоляцию и ваши соседи делают звукоизоляцию но это наверное такая история редкая чтобы все сложилось так что друзья по прошествии времени я все также довольна своим приобретением есть конечно плюсы минусы не без этого и тут самое главное пропорции насколько плюсов больше чем минусов для тебя конкретно в каком-то случае в твоем конкретном и еще был вопрос по поводу не было бы сомнений не не было ли сомнений по поводу принятия решения о переезде не было ни одной минуты есть только как бы сожаление о том что не сделала это раньше в принципе ну лет на пять точно можно было это сделать раньше но с другой стороны я к этому отношусь абсолютно философски считаю что все с нами происходит в этом мире ровно тогда когда и должно произойти раз это произошло три года назад то значит раньше я была к этому не готова хотя возможно и считала что это не так еще я хочу отметить что я не рассматриваю эту квартиру как последнюю в моей жизни нет мне нравятся перемены поэтому возможно я захочу расшириться там через пять лет или через три года как дело пойдет хотя я не могу сказать что мне здесь тесно думаю что если бы это была большая семья то жить в таких квадратах конечно нереально мне здесь абсолютно комфортно с этим нет никаких проблем но опять же возможно я захочу что-то поменять даже скорее всего поэтому еще раз я хочу упомянуть об инвестиции квартира это в первую очередь для меня была важна как инвестиция как вложение денег как некое жилье которое я могу потом продать или сдать какая будет потребность то есть это должно быть ликвидное жилье друзья мои наверняка у вас еще остались вопросы какие-то пишите в комментариях только давайте будем тактичны и я хочу напомнить что на моем канале есть вопросы которые я не обсуждаю я не обсуждаю свою личную жизнь я не обсуждаю свои финансы религию и какие-то политические вопросы мы здесь тоже не обсуждаем все обо всем остальном вы можете спрашивать я буду очень рада вам на них ответить спасибо огромное что вы посмотрели этот ролик всего вам хорошего и до встречи на моем канале а